Ты понял, что с тебя хотят вытащить вексель до того, как пошел или после? После. Так какого хрена ты туда поперся сам к ним в логово и сам им начал бумаги какие-то составлять на их же бланках? Уже случилось то, что случилось. Вот как только увидел издалека отдел полиции любой, вот там, где ты стоишь, заканчиваются все человеческие отношения. Ясно? Да. На любую их хотелку в отношении тебя задаешь один простой вопрос. Каким нормативным правовым актом вы регламентируете ваши действия? Основание, закон, статья. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу не давали. Где писать? Чем писать? Что писать? Кого спросить? Кто подскажет? Никто. Ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Что хочешь, то и делай. Сегодня у меня был звонок. Я там написал красной пастой. Приезжает следователь. Я говорю, ну, под принуждением, под твою ответственность. Который представился полицейским и сказал, что вчера... А почему вы повестку не прислали? Я не успел. А копию взял? Тебя вексель вытащили. Неужели не ясно? Тогда надо настойчиво проявлять свою волю. Я не физическое лицо. А, ну, тренируйся дома. Это не оправдание, это просто по факту так. То есть, они твою добрую волю зафиксировали на бумаге. Понимаешь? Да. Вот так они выманивают. Мы таких, говорит, по всему городу ищем, а он сам к нам приперся. Давай с самого начала. Ты как хотел написать? И суд не в рамках закона. То есть, это незаконные требования. А это что, не принуждение, что ли? Нету там человеческих отношений. Они просто создают новый вексель и все. Тогда язык не будет заплетаться. Все на бумаге будет. На аудио, на видео. То, что сказал, молодец. Но это нигде не зафиксировано. Это надо фиксировать на бумаге. Ты поступил добросовестно, честно. Не нарушая ни одного закона. Я тебе говорю, что можно и одним пальцем так защититься, что мало не покажется. Спокойствие и равновесие во всем. Уходить надо всегда с чистым сердцем и с благодарностью. Благодарствую вам за ваше, в кавычках, человеческое отношение. За то, что копии мне не выдали. За то, что угрожали. За то, что принуждали. Необходимый опыт был для тебя. И ты его получил. Вот теперь очень прям картинка сложилась у меня. А я говорил, страна в беде. Страна в опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня у меня был звонок от якобы милицейского какого-то там. Который сказал, что якобы вчера с персоной картой были какие-то мошеннические действия. Ну и я написал, значит, через 112 все. Участковая приняла у меня объяснительное, ну как правильно, пояснение. И я там написал красной пастой индосаммитные вот эти надписи, что без оборота там живой мужчина и так далее и тому подобное. Она, ну, поворчала, но взяла как бы. Потом суть такая, что мне буквально ей звонок. Следователь должен выехать. Приезжает следователь, значит, младший там этот следователь юстиции. И, ну, все то же самое. Взял там на осмотр, сфотографировал телефончик. Ну, телефончик обычный, как бы кнопочный. Я имею в виду что. Суть в том, что... И вот он мне категорически, говорит, ни красной пастой, ничего. Вот именно ставишь подписи там, где вот как положено. Все вообще без вариантов, без отступления, без ничего. Я говорю, ну, меня эта тема не устраивает. Я говорю, ну, а я хочу, как бы, покажи мне норму права, где запрещено мне писать, значит, красной пастой. Ну, вот, вот нет и все. Иначе придется, как бы, в отдел ехать. Я говорю, ну, короче, отдел не нужен. И в конце вот он мне дал там четыре листочка. То, что он фотографировал телефон. То, что там записал с моих слов. Ну, по этой ситуации со звонком. Ну, и, собственно говоря, и в конце вот я поставил там без оборота. Там живой мужчина и так далее. Но нигде не дал мне там, как бы, ничего другого изменить. Нигде не поставить никакие знаки, ничего. Даже вот живой мужчина там, Алексей, нельзя. Только вот подпись стоит, подпись ставь. Вот что в этот случай, как вот ты посоветуешь. Вот когда без вариантов, вот, вот, нет и все. Я говорю, ну, под принуждением, под твою ответственность. Вот посоветуй, что в этом случае, если придется, вот так вот столкнуться. Давай менять структуру диалога. Научись делать паузу, чтобы я мог задавать поясняющие вопросы. Хорошо. Я сейчас буду задавать вопросы короткие. Мне нужны как можно короче ответы. Короткий вопрос, короткий ответ. Не надо много слов. Значит, по ситуации, с самого начала. Кто когда позвонил? Ну, получается, вот эти телефонные мошенники, или как они. Был звонок сегодня в 11.30 по местному времени, который представился полицейским и сказал, что вчера в карте моей персоны были какие-то мошеннические действия на сумму там 50 тысяч рублей. По факту были какие-то списания, движения? Нет, нет, нет. Фактов подтверждающих этого нет. Ни смс-ок, ничего нет. Ну, и на карте денег нет. Ну, когда я начал... Стоп, стоп, стоп. Я же просил, ну, достаточно. Ну, куда ты опять побежал? Ну, остановись. Ну, и так тебе позволяю уже. Три предложения сказал на короткий. Сказал бы нет, и все. Одно слово достаточно. Так. Полицейский звонил. Номер определился тебе? Да. Запись звонка есть? Нет. Фамилия, имя, отчество, звание, должность спросил у него? Представился старший лейтенант, фамилия Поликарпов. Имя, отчество, я не помню, говорил или нет. Он. То есть, так, понятно, что непонятно, кто звонил, дальше что произошло. Да-да-да. Я говорю, непонятно, кто звонил, дальше что произошло. Он что-то потребовал или что? Какие дальше были события? Он сказал, нужно мне явиться для дачи показаний в МВД России. И там, я не понял, сказал он что-то еще или нет. Тут я его оборвал и сказал, давайте так, я сейчас беру листок бумаги, вы мне пишете, что кто вы, откуда и куда, кто кому должен. И тут связь пропала. И имеется в виду, он бросил труп. А, ну и все, и не надо было никуда ходить. Зачем ты куда-то пошел? Не позволяет мне внутренняя какой-то совесть вот это вот оставлять. Потому что по этой причине люди перестают незнакомые номера брать, бояться. Надо было по-другому сделать. Надо было написать сообщение о совершенном преступлении в отношении неустановленного лица в порядке статьи УПК-141. Направляется в прокуратуру и в МВД. Требует провести проверку по факту наличия признаков состава преступления по статьям 286 «Превышение должностных полномочий». В отношении неустановленного лица, которое назвалось поликарфом, приставилось полицейским, звонило из такого-то номера. Все. И не ходить никуда. А ему надо было сказать, в первую очередь, а почему вы повестку не прислали? Я не успел. Ну и все. Сходить не надо было никуда. Так ты пришел в полицию. Они что, они не удивились, что ты по какому-то звонку пришел? Непонятно. Немножко расстроились, потому что новая писанина. Для них. Я там... Подожди. Они должны были тебе предложить написать сообщение о совершенном преступлении. Не было такого. Ну, они тебя тоже, видишь, развели. Они решили взять объяснение, правильно? Опросили, да, опрос. Подожди. Участковая. Ты когда бумагу заполнял, вверху что было написано? Объяснение. Блин, не объяснение. А ты копию взял, сфотографировал? Да ни на что мне фотографируют. Ну, уже не телефон. С удовольствием бы шутку. А копию взял? Нет. Не взял. Потому что я сказал, ну, вы мне. Она сказала, все, во входящем куксе вам придет по почте. Тебя развели вообще по полной программе. Я предполагаю, что у них есть специальные люди, которые вот взводят вот так, а потом народ приходит, они их разводят на векселя. Тебя вексель вытащили? Неужели не ясно? Это я уже понял. Это я уже хорошо понял. В силу того, что не имею такого опыта, как у более продвинутых пользователей. Так если... Подожди. Ты когда это понял? До того, как пошел? Или после? Еще раз задай вопрос. Не полностью услышал. Еще раз задаю вопрос. Ты понял, что с тебя хотят вытащить вексель до того, как пошел? Или после? После. Вернее, когда мне отказали в том, чтобы я писал там, где подпись, ставить свой автограф. Потому что категорически нет и все. Вот делай так, как иначе придется в отдел ехать. Там уже составлять все. То, что мне было сказано. Но он тебе, по сути, угрозу высказал. Подожди. Вот этот мужик, который тебе сказал, что поедем тогда в отдел полиции, если не подпишите так, как надо. Он представился? Фамилия, имя, отчество, звание, должность, я записал его на грудный знак? Нет, это он по гражданке был. И то, что он писал, я не запомнил. Он запомнил, что младшие юстиции... Стой, остановись. Я же тебе говорил, короткий вопрос, короткий ответ. Я тебе конкретный вопрос задал. Есть эти судьбы? Надо было сказать нет. Все. Ну научись ты коротко отвечать. Мне зачем вот это вот гражданки? Он был без гражданки. Что там, как деталь? Да мне это нахрен все не нужно. У меня времени на это все нет. Вот тебе совет на будущее. Прежде чем общаться с кем-то, ваша фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака записываешь на бумажку. Ясно? Да. Ну вот. То, что он тебе сказал, что именно вот так, ну в принципе можно тоже на него. Прямо там же надо было написать сообщение о совершенном преступлении в отношении него. Превышение должностных полномочий, угроза, применение, угроза, скажем так, удержания, лишения свободы, лишения свободы передвижения. С этим понятно. Если запрещает что-либо писать и корректировать, что с этим делать? Ну запрещает или запрещает. Стой. Ну запрещает или запрещает, какая разница. Пишешь как хочешь, как посчитал нужным. Вообще, этот, бланк объяснения, это можно вообще в сторону отодвинуть, сказать, давайте чистый листок бумаги, я напишу так, как посчитаю нужным. Все. Это во всех случаях всегда, да? Да не во всех. Каждая ситуация уникальная. Если человек нормально с тобой общается, по-человечески, по закону, то можно в принципе и на их там объяснение, чтобы они сами составили. Но надо учитывать, что 99,9% там нет людей, там нет человек, там нет закона. Согласен. Иногда удается коротковременно установить нормальные человеческие отношения. Вот тогда все эти формальности уходят в сторону. Потому что это им выгодно, им не выгодно. А когда это выгодно только им, и это затрагивает мои интересы и влияет на мою будущую свободу, здоровье, время и все остальное. Тогда надо настойчиво проявлять свою волю. Вот он тебе сказал, пишите именно так, а не как иначе, либо это проедем в отдел и все такое. Надо было сказать, хорошо, я напишу как надо. Давайте чистый листок, раз это, и я буду писать это. Я буду сам писать. От своей руки. Все. В общем, то, что я ему, когда задал вопрос, я говорю, почему ты меня ограждаешь в мою волю и не даешь мне сделать так, как хочу я. Он говорит, у меня этот документ не примут, и начнутся проблемы. Я говорю, ну, с этим понятно, я говорю, но если это я не физическое лицо. И в конце я это все указал. В конце, когда идет дополнение и так далее, вот я все это указал. Ну, все это синий пасы, ну, не важно, написал, что живой мужчина и так далее. Это все в конце на последнем листе. Молодец, хоть это написал. Какой ручка-то? Ну, естественно, синий. Красный ничего не дал писать. Ты написал, что под принуждением? Нет, не писал я под принуждением, потому что это же, как получается, мое. Я обратился. Да остановись ты, я же тебе по еще раз, третий раз поясняю. Короткий вопрос, короткий ответ. Ну, сколько раз можно пояснять? Ну, ты вообще что ли не слышишь? Ты не умеешь контролировать себя или ты меня не слышишь? Ну, сколько можно? Уже три раза сказал. Еще раз вопрос задаю. Под принуждением писал фразу? Нет. Без оборота на меня написал? Да. Без акцепта? Да. А этот, этот, роспись как поставил? Закорючку, две точки, закорючку и после нее Алексей, маленькую букву. А ты в бае не написал? Блин, нет, не написал я, потом уже об этом вспомнил. Ну, тренируйся дома. То есть, везде после этого можно ставить бай и аэр, если без принуждения, но без ответственности, правильно? После закорючки. Пересмотри видео, роспись под принуждением. Я устал уже разъяснять каждому, вот серьезно. Там все разъясняется. Понятно. Все звонят, говорят, я спрашиваю, смотрел видео, смотрел. И все равно одни и те же вопросы задают. Так там же в видео есть все ответы. Ты же смотрел. А я не помню. Так пересмотри. Забывается, когда непосредственно участвуешь в этом процессе. Когда не каждый день этим занимаешься. Если раз в полгода что-то такое случается, как там можно все, бежать пересмотреть, что ли? Ты каждый день этим почти занимаешься. А мы, работяги обычные, учимся по ночам. Это не оправдание, это просто по факту так. Поэтому где-то, да, совершаем такие ошибки. Всего маленького опыта. Так, получается, напомни, без акцепта ты написал, да? Без оборота на имущество, без акцепта. Все права защищены, написал. Что-то такое. Что-то такое. Вот понятно одно, что ты, во-первых, не взял копию, во-вторых, не сфоткал, в-третьих, не запомнил, что ты там накалякал. И вообще не надо было туда ходить. Тебя просто, я не знаю, что там из тебя вытащили. Наверное, очередной вексель сделают. Потому что ты не написал, что ты под принуждением это все делаешь. Ты даже ЦФ не написал. То есть, там нету, что это делается под принуждением, не по твоей доброй воле. То есть, они твою добрую волю зафиксировали на бумаге. Понимаешь? Да. Вот так они выманивают народ в участие для составления векселей новых. Ну, там ни номера, ничего не было. Обычно А4. Ну, там понятно, что можно подписать номер вексель и так далее. Это все потом, когда я уже вышел, начал все это быстро обмозговывать. Там я старался внимательно читать и понимать, чтобы мне там ничего не понаписали. Знаешь, я тебе напомню такую фразу. Это произнесли эти санитары психбольницы из города Владивосток. Один из них сказал такую фразу, говорит, мы таких, говорит, по всему городу ищем, а он сам к нам приперся. В общем, любые вызовы через повестку официальную, правильно? Конечно. А если я не хочу туда идти, мне что, ее отклонить, сказать, не акцептируем и отправить обратно? Или желательно хотите? Это другой вопрос. Ты пойми, что повестку, чтобы отправить, нужны основания, нужно заявление и т.д. и т.п. А у них этого всего не было ничего. Они просто звонок сделали с неизвестного номера неизвестно кто. Ты сейчас никому ничего не докажешь. Если напишешь сообщение о совершенном преступлении, там, скорее всего, кажется, что номер телефона на какого-нибудь умершего бомжа зарегистрирован. Понимаешь? И голос остановить невозможно. Все. Когда я звонил на этот номер, который мне позвонил, якобы полицейский, там сначала женщина трубку взяла, раздраженная, здесь нет никого, а потом и вообще он перестал отвечать и губки идти. Поэтому понятно, что это мошенники очередные. Ну вот. Это не просто мошенники? Неужели ты не видишь связь? В разговоре с тобой догадываюсь об этой связи. Ну вот тебе и ответ. Да. Нет никаких мошенников. Есть только связи. Понятно. Значит, если подвести итог, получается, если от меня что-то требуют писать так, как нужно, должностному какому-нибудь лицу, то я отказываюсь и пишу собственноручно сам, правильно? Так, как считаю, нужно. Нет, неправильно. Отказ. Вот ты произнес фразу и даже не понял, что ты сказал. Ты сказал, я отказываюсь. Вот если ты им скажешь, что я отказываюсь, они тебя просто сразу оттуда выведут и все. А потом, неизвестно когда, может через год, может через месяц, а может вообще никогда, до тебя дойдет информация, что после твоего ухода позвали двух понятых, и они за тебя там расписали, что ты отказался от подписи. Все. Ты же отказался? Отказался. Поэтому внимательно соображай, что ты говоришь и что ты делаешь. Вопрос такой, что если вот то, что с меня берут в таком плане, если я говорю, что я, как правильно, собственноручно напишу, может он с меня имеет право, он с меня, дальше что-то там предлагать мне варианты, как ему нужно, что нет, вот здесь должна быть именно подпись, а здесь вот именно так. Да нет, конечно, не имеет права на тебя заставлять. Так вот я поэтому и не могу связать то, что ты говоришь по поводу, что и подписывать нельзя, и получается, и он мне не дает вот эту возможность, в плане, что так, как нужно мне. Так он же тебе ясно сказал, у него эти бумаги не пройдут. Да. Так если, ты, ё-моё, я вообще с тебя охреневаю. Ты вот, ты, ты вот до похода знал информацию о Сейфбай, о подпринуждениям, о векселях, ты это все знал? Ну, относительно так, слышать слышал, вот разбираюсь по случаю. Так какого хрена ты туда поперся сам к ним в логово и сам им начал бумаги какие-то составлять? На их же бланках. Уже случилось то, что случилось. Уже урок осложил. Понятно, что не от того, что нехрен было мне заняться, а теперь вот отнимать свое время и тратить свое. Уж не для этого, понятно. Нет, ты сейчас не отнимаешь время, ты очень хороший урок даешь. И для меня, и для себя, и если дашь добро, то я и хочу для всех это разместить. Потому что многие звонят с такими вопросами. Ну, размещай, конечно, я понимаю, что там, как это все слышится с моих уст. Не, нормально все. Ты решил поиграть в героя. Непонятно за что, ради какой звезды героя. В эту игру можно было поиграть. Если бы ты там на бумаге написал бы под принуждением, или хотя бы ЦФБА и АР оставил, понимаешь? Вот тогда бы было нормально все. Но ты... Подожди, как... Чего? Подожди, вот как ставить под принуждением, например, если я обращение это оставляю, и там указано именно с моих слов так, как оно было на самом деле. Тут какое принуждение? То, что они меня принуждают именно подпись ставить так, как им надо, тогда это нужно пояснение, чего именно. Или я отказываюсь от всего, что он написал, все, что я сам продиктовал, понимаешь? Тоже как-то, ну, нелепо. Давай с самого начала. Ты как хотел написать? Вот изначально? Я хотел исправить красной пастой там, с чем я не согласен при заполнении там шапки той же самой. То есть всех вот этих, фиу, миу и так далее. Я хотел там вместо подписи зачеркнуть, поставить роспись так, как надо мне. Мне это все запретили. И исправлять, и красную пасту. На основании закона запретили? Когда я спросил его, на основании каких нормативов... Стой, я тебе не спрашивал, чего ты его спросил, как спросил. Я тебе еще раз вопрос задаю. Слушай внимательно. Короткий вопрос, короткий ответ. А на основании закона запретили? Они назвали норму закона, пункт, закон, номер, цифру? Они сказали, почитай, сказали. Что? Сказали, почитай, знакомься, УПК. Я тебе, я тебя не спрашиваю, чего не сказали. Я тебя спрашиваю, я тебе спрашиваю, ети твой налево, а? Тебе что, так трудно сказать, да или нет? Ты что, не умеешь произносить короткие слова? Почему они у тебя все длинные, получается, в предложения гигантские выливаются? Еще раз вопрос задаю. Тебе запретили на основании закона? Нет. Ну вот и все, вот и ответ твой. А раз тебе запрещают не на основании закона, значит, нарушают твою волю. Нарушают, действуют не в рамках закона. То есть, это незаконное требование. И плюс тебе еще в угрозу сверху навесили. Если не будешь так делать, мы тебя в участок отвезем. Ты хотел ехать в участок? Нет. Ну и все. А это что, не принуждение, что ли? Сейчас здесь разговариваю по телефону, все очень логично и понятно. А там, вежливо разговаривая, причем в человеческих отношениях, вот получалось то, что получилось. Нету там человеческих отношений. Они всячески создают видимость этих человеческих отношений. А человеческих отношений там нету. Они там даже рядом, близко не стоят. Вот как только увидел издалека отдел полиции любой, вот там, где ты стоишь, заканчиваются все человеческие отношения. Ясно? Да. Так что в этом случае делать, если не дает исправлять, не дает не писать ничего? Я же тебе сказал, CFYR под принуждением. Посмотри видео, подожди, пересмотри роспись под принуждением. Там как минимум 5-6 вариантов дается, как это сделать незаметно для них. Вы куда смотрите? Ты что, в какого героя решил поиграть? Да я видел видео, я там немножко там знаю, немножко тут знаю. Сейчас пойду, короче, я там все время разъясню, поясню, короче. У меня все сложится. При этом у тебя вообще нету знаний. Ты даже не знаешь, как реагировать. Надо было не объяснение, а сообщение о совершенном преступлении писать. Надо было вообще туда не ходить. Удаленно это сделать. А ты решил в героя какого-то поиграть. Примерно какие-то знания знаешь. Ты говоришь, смотрел видео. Вместо того, чтобы сейчас вот еще раз пересмотреть видео и сделать самостоятельную, как говорится, потрудиться самостоятельно над своими ошибками, над своим опытом, ты решил позвонить мне. Я тебе еще раз говорю, пересмотри видео. Там множество вариантов. Там и CF, там и VC, там и троеточие есть. Про каноны говорится, что можно троеточие поставить. Можно роспись свою перечеркнуть. Ты куда смотрел? Там все обо всем этом говорится-то. Я поставил роспись свою так, что она пересеркивается. Ну, ты же об этом не сказал мне. Ты об этом не спросил. А? Ты об этом не спросил. Ну, почему? Я тебя спросил. Подожди, я тебя спросил, какую роспись ты поставил. Ты про перезапорки мне ничего не сказал. Там пересеркивают. Да подожди, я же не слышу, что ты говоришь, пока я говорю. Ты, насколько мне было слышно, ты ничего не говорил про то, что ты перезачеркнул свою роспись. Ну, хоть это сделал. Я не знаю, как они на это среагируют. Они могут заметить, могут не заметить. Могут туда, выше послать. Там, я не знаю, в область, в Москву, там, я не знаю, в Юж-Трежере, куда они там отправляют. Может, там заметят. А может, и не заметят. Чем это теперь может обернуться? Ничем. У них просто такая схема, это ничем никогда не оканчивается. Они просто создают новый вексель и все. Вопрос такой. Я ему, когда закончили оформление вот этих бумаг, со слов записанных и так далее, я говорю, я их хочу сфотографировать. Сказал эту фразу. Он сказал, нет, нельзя, потому что это не административка с предоставлением копии, а как бы до, ну, как она, разбирательская вот эта вот ерунда. Чтобы не вышло в свет типа того. Как-то так. У меня уже голова, если честно, видишь, термины путают. Ну, они тебя развели, опять же. Ты Конституцию статью 24.2 читал? Когда-то читал. Месяц, может, полтора назад. Текст, естественно, не помнишь, правильно? Если начнешь, могу продолжить. А какая там точка или два, наверное, нет. Так вот там сказано. Все, что касается прав и свобод, любые документы, которые касаются прав и свобод или влияют на ограничение прав и свобод, с этими документами обязаны ознакомить. Надо было ему сослаться сразу на эту статью. Если бы он и тут бы отказал, тогда на него сообщение о совершенном преступлении. Отказ в предоставлении информации. Статья 140, по-моему, Уголовного кодекса. И параллельно жалобу в прокуратуру. Я истребовал копию, мне отказали. Прямо там же, на месте. И этому на имя начальника полиции тоже жалобу на него. Требую привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. В общем, очень сложно все это увязать в голове, как и семью кормить, и заниматься еще с правоведением в сутках всего 24 часа. И на самом остается часа три. Я говорил, страна в беде, страна в опасности. Как вы собираетесь семью и детей воспитывать, если и вас, и ваших детей могут сделать, вот так вот развести по полной программе? Надо порядок встанавливать, надо правозащитой заниматься. Я согласен с тобой, что нужно этим заниматься. И в меру своего понимания, видишь, можно было просидеть и сказать, да плевать, что там кто-то позвонил, и кого-то не получилось развести. А можно вот так вот было, как я, сделать, и создать себе определенные тоже трудности. А можно было и более грамотно составить. Но вот я не могу реагировать спокойно на то, что кто-то так вот кому-то звонит. Нет, подожди, подожди. А что ты мне после вот этого звонка не позвонил? Я бы тебе сказал, что делать. Сообщение о совершенном преступлении, и все, и забыл. Дело в том, что, понимая, чем занимаешься ты, и с каждым вопросом таким делать звонки сразу, у тебя там не 50 звонков будет, а 2050. И в скором времени любой человек сломает, какой бы он ни был, от перенапряжения. Поэтому вот, исходя из того, что я пока ехал домой, осмыслил, осознал, вот сформулировал своим корявым представлением, языком, и тебе сказал. Да ничего не корявый, нормальный у тебя язык. Что ты наговариваешь? Ну, если я уже путаюсь даже в том, что, как там, младший следователь, младший следователь, старший лейтенант. Даже здесь. Так вот, стой, стой. Так вот, чтобы не путаться ни в чем, всегда надо все записывать. И на аудио, и на видео, и на бумагу. И копии стребовать. Тогда язык не будет заплетаться. Все на бумаге будет. На аудио, на видео. Ну, в общем, да. Но, к сожалению, ни видео у меня нет возможности писать. На данный момент. Ну, нету и все. Нету. И возможности нету пока решить этот вопрос. Даже настолько. В общем, получается, они получили то, что хотели. Свой вексель. Я сделал глупость, которую им на руку. И, получается, сейчас опять неделю буду образовываться. И через месяц опять все забуду. С тема примерно такая. Ну, я тебе так скажу. Они добились своей цели. Ну, они, да. Я не скажу. Они получили твою добрую волю. И даже несмотря на то, что ты там перечеркнул. Ты-то до разговора со мной считал, что ты им отдал добрую волю. Правильно? Не понял. Это вопрос или просто сказал? Не понял. Вопрос. Еще раз задай тогда, потому что... Не очень не услышал. Просто в ходе разговора выяснилось, что ты перечеркнул роспись. А до этого, ну, ты хоть соображал, что ты делаешь, когда перечеркивал роспись? Именно осознанно. Потому что в одном из видео ты говорил, смысл вам писать CFBuy, то есть под принуждением, если вы сами обратились. То есть это как бы неправильно. Я вам в этот момент вспомнил. Но перечеркнул подпись, потому что подпись я ставить не хотел. То есть она не то, что прям вот откровенная черта такая зачеркнута. Ну, я так ее поставил, что она как бы перечеркивается. Ясно, ясно. Стой. Ты не увидел очевидную вещь. Ты вот посчитал, что раз ты к ним сам пришел, значит, это твоя добрая воля. Но ты не соображаешь, что твоя добрая воля была именно о том, что ты добровольно к ним пришел и хотел написать именно то, что ты хотел. А когда они тебя начали запрещать, когда тебе запрещают не основываясь на законе, когда тебе угрожают, что тебя повезут в отдел полиции, это уже конкретные угрозы и конкретные принуждения. Вот я не знаю, что бы должно было произойти, чтобы ты понял, что тебя принуждают. Вот что надо было тебе там дубинкой по голове ударить или что? Чтобы ты понял, что это принуждение. Что он принуждает. Я ему намекнул, я говорю, похоже на угрозу какую-то. Он отмолчался, но ехать туда в данный момент мне было ну никак неинтересно. Прямо вот сильно неинтересно. И там еще сколько-то неизвестно. Понятно, что они ничего бы там не... Вопрос в другом. Ты на тот момент соображал, что это идет принуждение? Я ему сказал под принуждением, под вашу ответственность. Видите, эту фразу я ему сказал. Он ухмыльнулся как бы вместе с другой там коллегой. То, что сказал, молодец. Но это нигде не зафиксировано. Это надо фиксировать на бумаге. Ты же пришел составить бумагу. Тебя пригласили составить бумагу. Им твои слова до одного места. Им главное бумагу оформить. Вот в бумаге и надо было это все написать. Он мне предложил следующее. Я могу вам дать бумагу, вы там все напишите, все, что вы хотите. Я говорю, эта бумага, она как-то будет скрепляться с тем, что мы оформили. Это должно быть в материалах дела. Вот что-то такое было. Я не стал это все писать уже. Просто уже поехал. Да вот тут у тебя сразу должен был возникнуть вопрос. А что за дело? Что за материалы дела? Ознакомьте меня с материалами дела. Я вам сейчас напишу. Воля изъявления на ознакомление с материалами. Мне интересно, что за дело. Вы только что сказали. Материалы дела. Значит, они уже есть. Значит, там есть какое-то заявление о совершенном правонарушении или преступлении. Я хочу с ним ознакомиться. Фигурирует ли... Стой, стой, стой. Да стой ты, ну что ты такое делаешь-то, а? Молчи. Ну вот как до вас доносить информацию? Если ты даже позвонил, просишь у меня совета, я тебе говорю важные вещи. Ты начинаешь меня перебивать. Зачем ты это делаешь? Не специально, не осознанно. Ну как не специально? Как не осознанно? Я тебе уже три раза говорил, что короткий вопрос, короткий ответ. И не перебивай меня, пожалуйста. Я тоже уже в своих видео устал говорить людям об этом. Я вот себе такое поведение вообще нигде не позволяю. Если я звоню человеку, так я его слушаю внимательно. Я ему позвонил, я его хочу услышать. А вы хотите услышать и при этом говорите постоянно. Так вот я там прям сразу на месте, надо было написать это. Болезъявление на ознакомление с материалами дела. Если вы сказали, что есть какое-то дело, то мне необходимо, согласно Конституции, статья 24.2, все, что касается моих прав и свобод, ознакомить. Если там присутствует в материалах дела на любой бумаге фамилия, имя, отчество или инициалы моей персоны, вы обязаны ознакомить меня с этими материалами дела. Прямо тут же. Про дело, хоть и по всему, сказал я. К материалам, к материалам, вот к этим записям, к материалам. Про дело не помню. Я, наверное, уже автоматом сказал материал дела. Ты понимаешь, что для объяснения приглашают только, если было от кого-то заявление, либо кто-то позвонил по телефону 102 и сказал, что там или там что-то произошло. То есть, внесена запись в книгу учета сообщения о совершенных преступлениях. Вот надо было в первую очередь вот этот вопрос поставить. Так, вы меня пригласили. Если вы хотите взять объяснение, то на каком основании? Покажите, где, от кого, какое заявление поступило. Если по телефону, давайте мне распечатку из книги учета совершенных преступлений. Там написано, кто звонил, когда звонил, что сказал. Я это хочу прочитать. Выдайте мне копию. А ты на пустом месте, вот смотри. Ты вот сказал на словах под принуждением, под вашу ответственность. Хорошо, молодец. Ну, давай посмотрим дальше, следующий шаг. Вот он взял это объяснение, понес своему начальнику. Начальник слышал твои слова? Нет, не слышал, конечно же. А начальник понес своему начальнику, начальнику МВД. Начальник МВД слышал твои слова? Ну, понятно, что по всей цепочке никто ничего не слышал, кроме нас двоих, потому что там сидели. Ну, ясно, почему на бумаге надо писать? Еще раз задай вопрос. Ясно, почему на бумаге надо писать? Более чем. Понятно. Вопросы еще есть? Вопросы? В данный момент чувствую, что не все услышал, но не могу понять, что именно. Сформулировать не могу, поэтому не буду отнимать время. Нет, нет, нет. Давай уже до конца доведем. Какие вопросы есть? По поводу участковая порвала лист, когда брала с меня пояснение, там, где я все написал, красной пастой. Они порвали после того, как я подписал эти документы, которые мы с ним составили. Это, значит, ушла в мусорку. Цель того, что он приехал, я не думаю, что... Блин. Короче, он приехал, я так понимаю, из-за того, что было красной пастой написано что-то, потому что, по идее, на такой звонок достаточно обычного взятия жалобы. Правильно? Какой жалобы? Сообщение о совершенном преступлении? Ну, сообщение, да. А вот если бы ты из дома после звонка поступившего сразу бы сделал звонок на 102 и сказал бы «примите сообщение о совершенном преступлении». С такого-то номера неизвестное лицо позвонило, представилось полицейским, потребовало что-то там куда-то прийти. После уточнения его данных и других бросило трубку. Усматриваю признаки совершенного состава преступления по его действиям, предусмотренным действующим законодательством. Не шуми, пожалуйста. Все прекратился. Что за шум был? Не знаю, что за шум был. У меня телефон в руке. То есть, тебе после того, как ты бы оставил сообщение о совершенном преступлении, то есть, звонок сделал, у тебя что-то по шум опять идет? Алло? Не знаю, я шума не слышал и не создаю его. Ну, ты в руке, что ли, телефон крутишь или что? Телефон я держу, как обычно у головы. Но я не шоркаю, ничего не делаю. Не знаю, что за шум. Вот если бы ты оставил сообщение о совершенном преступлении по телефону хотя бы, то вот по этому сообщению они должны были провести проверку. А чтобы провести проверку, им нужно дать опросить всех, кому-либо известны какие-либо сведения. Ну, в первую очередь, тебя опросить. Вот тогда бы они тебя пригласили для дачи объяснения. Так и было. В смысле, так и было? Вот именно так все и было, как ты сейчас сказал. Так ты звонил в 102, что ли? Да. А, так ты об этом не сказал. Короткий вопрос, короткий ответ. Так я тебя спрашивал после звонка, что произошло. Ты сразу сказал, я пошел к ним. Зачем? Нет. Я в 112, у меня приняли мое обращение. Дальше позвонила мне наша участковая и попросила прийти к ней. Я говорю, а вы что, приехать не можете? Она говорит, я могу приехать. Но только позже. У меня тут куча, короче, занята она в Тесамине. Я говорю, мне все равно туда, так что я заскочу к вам. Вот так все началось. Ясно. Вот теперь о связях, о которых я вначале говорил, вот эта связь рвется. Ну, опять же, условно. Кто-то же тебе звонил, представился же полицейским, правильно? Ну, кто-то, да, звонил. А это, как говорится, присвоение чужих должностных полномочий. Мастерство введения в заблуждение. Это я указал, что ввели в заблуждение, когда записывали из моих слов. Введение в заблуждение, да. Это указал. Ну, вот. Так, а что? Что-то я вопроса не понял. Ты так долго рассказывал, мы еще так долго это все выясняли, что вот после слов, что давай доведем до конца, я тебя попросил задать вопрос. И я так его не понял. Задай покороче, по-другому. Сформулировай правильно. Чем теперь это все дело может обернуться? Для тебя ничем. Ты поступил добросовестно, честно, не нарушая ни одного закона. Но, тем не менее, я ошибся, когда позволил мою волю ущемить, правильно? Ну, в принципе, да. Только ты здесь сам себя виноватым выставляешь. Не ты виноват. А, как тебе сказать? Ты-то честно поступил, по совести. А они действовали не по закону и не по-человечески. То есть, они тебе угрожали, заставляли, принуждали. Урока мне и на их совесть ляжет этот ответ. То, что почему мое обращение написано красной пастой было уничтожено, разве это такое могло быть? Ну, смотри, если бы это был протокол, они бы так не сделали. Потому что каждый протокол пронумерован. И он под строгой отчетностью находится. Под очень строгой отчетностью. А вот объяснение, почему они так любят брать. И сообщение о совершенном преступлении тоже под отчетом находится. А вот почему они объяснение любят брать. Потому что они нигде не учитываются. Его можно порвать и выкинуть. А тебе надо было составить акт об уничтожении вещественных доказательств? А мне не подтвердить их? Записи нет. Неважно. Составляешь и требуешь у них, чтобы они расписались. Не расписывается, идешь к начальнику МВД. Проблема в том, что когда я сказал, дайте мне копию. Потому что я не сказал. Я написал, а вы с меня взяли пояснение. Дайте мне копию. Она все это начала с чем-то скреплять. И тебе же все придет по Куксу. Номер Кукса придет по почте. Она ни в какую. Принтер не работает. Денег нет, чтобы его заправлять. И так далее. Ксерокс не работает. Или как там принтер. Ты пошел туда совершенно, как это сказать, безоружный. Ни знаний, ни умений, ни осознанности. Вообще ничего. И ни аудиозаписи не делал. Ты правильно говоришь, что нет доказательств, что не уничтожили эту бумагу. К сожалению, как бы не было, да, это так. И молчать не получается. И вот защищаться одним пальцем приходится. Я тебе говорю, что можно и одним пальцем так защититься, что мало не покажется. Просто надо... Антон, да. Да, я знаю, что можно. Но для этого нужен опыт. Не психологический опыт в моем случае, а именно знаний. Когда я смотрел твое видео, я конспектировал все. Но это было, например, два месяца назад. Но невозможно мне при моей бурной занятости заниматься всем объятнее. К сожалению, где-то приходится четыре сосуды, а вода везде наполовину. Куда наклонишь, туда и потечет, откуда-то будет. Поэтому вот так вот, в таком режиме получается только жить. Пока в данный момент у меня. Ясно. Ну, короче, прими, это все как урок. Пересмотри видео, роспись под принуждением. И на будущее учти, что ходить на такие мероприятия нужно со знаниями, сомнениями. Согласен. И очень трудно предугадать, когда эти знания будут. Когда вот так вот по факту получилось. И когда они пригодятся. Сейчас, через неделю, через месяц. Пока занимаешься своими делами, то ты уже забываешь. А по поводу... Подожди. Вот тебе по поводу, ты сказал, что ты очень занятой. Я в своих видео тоже озвучивал, что если вы не хотите к ним туда ходить, для дачи объяснений, после сообщения о совершенном преступлении, вот ты позвонил, оставил, да, они тебе позвонили. Все по процедуре, все правильно. Они позвонили, сказали, придите, дайте объяснение. Вот при твоей занятости можно спокойно сослаться на то, что тебе некогда. У тебя семья, дети, все остальное. Но ты не отказываешься. Ты готов дать объяснение. Но по удаленке. Через адрес электронной почты. Присылайте мне на такой-то адрес электронной почты ваши вопросы. Я на вашем официальном бланке, а образцы у меня в соцсетях есть. Если надо, я тебе сам вышлю. Скажи, пожалуйста, то же самое, чуть медленнее. Чуть медленнее, скажи. Очень забивается. Вот и бум такой получается. Пришлите мне бланки, я вам отправлю по удаленке. А дальше бум-бум-бум-бум, и я ничего не понял. Неправильно ты услышал. Пришлите ваши вопросы по электронной почте такой-то. У меня есть бланк ваших официальный бланк ваших объяснений. Для дачи объяснений. Я его сам заполню. Распечатаю, поставлю росписи. Отсканирую и вам в обратку отправлю по адресу электронной почты. Все. Вот теперь очень прям картинка сложилась у меня. Очень здорово. Самое главное, сказать несколько раз. Можно даже 3-5 раз сказать. От дачи объяснений не отказываюсь. Хочу дать объяснение. Но не имею возможности. Возможность есть только одна. Удаленно по электронной почте. Понял. Еще в мою сторону есть что добавить. Вот то, что ты более опытным глазом, так сказать, заметил. Кроме чем, изучать тему во всей этой области, конечно. Совет от себя. Совет. Ну, рекомендации, совет, желание. Я же сказал, восприми. Я тебе уже сказал, ты не опять не слышишь. Восприми как урок. Делай правильные выводы. Переслушай. Ну, у тебя же, конечно же, запись не работает. Короче, придется видео специально для тебя делать, чтобы ты его смог пересматривать. Понимаешь, для чего видео делать? Многие даже собственные слова не помнят. Не то, что говорили. Не то, что сами говорили. Не помнят то, что я говорил. И потом пересматривают записи и свои, и мои слова. И все равно не помнят, о чем был разговор. Но видео хоть как-то помогает некоторым. Помогает. А дальше пересмотри видеороспись под принуждением. Однозначно. Хотя сейчас я все это уже, все видео практически по этому поводу вспомнил. Но замежевался, когда вот под принуждением. Когда ты говорил, вот я еще раз напомню, что ты сам обратился, и получается, ты с кем-то разговаривал. Или кому-то на вопрос отвечал, не помню. Ну, что сам обратился, и сам же как бы под принуждением ставишь. То есть как бы нелогично, неправильно как бы. А знаешь, почему ты сейчас вспомнил? А, подожди. Вот ты мне скажи. А знаешь, почему ты там в полиции об этом не вспомнил? Все эти видео, все эти слова. И почему ты сейчас и мне вспомнил? Знаешь, почему? А я сказал, что я там вспомнил. Поэтому перечеркнул свою роспись вот таким такой закорючкой. Нет, стой, стой. Там ты вспомнил не все. А сейчас ты вспомнил больше, правильно? Да не знаю, нет, по-моему. То же, что говорил, что там я вспомнил, то сейчас сказал. Вот этот отрывок, он мне вбился в голову с самого начала, когда я его слышал. Из видео твоего. Нет, а сейчас ты фразу произнес, что ты вот сейчас после нашего разговора что-то там еще вспомнил. Нет, мне картинка сложилась именно потому, что я не могу приехать. Но вы мне пришлите на адрес вопросы свои, на электронный адрес. Вот здесь для меня как бы простая вещь, да, она прям обрела форму, я ее увидел. Хотя это же ментарщина. Я просто говорю, я же два года назад вынужден путешествовать по стране полгода. Я именно так и давал все объяснения. Так что схема отработана на 100%. Понятно. Вопросы? Ну, наверное, последний вопрос остался. Он более как бы на другую тематику. По поводу твоих живых общений, вопросов и так далее. Вот ты считаешь, что они приносят прям коэффициент полезного действия у них высокий? Потому что я, например, когда смотрю твои по субботам видео, ты делаешь, на вопросы отвечаешь. Там, по сути, одно и то же, и не то, что даже одно и то же, а порой даже еще как-то хуже и хуже. Такое ощущение, как будто люди туда приходят просто тебе что-то написать, и чтобы услышать себя, услышать свой вопрос от тебя, чтобы ты его зачитал, ответил на него. Считаешь ты, как бы, так дальше действовать или что-то менять? Ну, а ты вчерашний эфир смотрел? Позавчерашний? Нет, я еще два дня. Нет, не смотрел. Я не могу даже сейчас пойти и посмотреть. Ну, нет возможности. А прекращайся? Пулемет Гатлинга выключай. Нет, не смотрел. Все. Какая мне разница, ты там что, ходил, не ходил, занят, не занят. Все понятно. Е-мое. Пятый я уже со счета сбился, в который раз это поправлять. Вот куда все силы уходят. На поправление, на напоминание. Так, вопрос, вопрос. А, позавчерашний эфир вот как раз и был на другую тему. Там мы разбирали каноны. По поводу, отвечая на твой вопрос, да, было 23 эфира, и я там чисто отвечал на вопросы. Эффективность видео, конечно, упала. Потому что количество вопросов снизилось. Они, на большинство я ответил вопросов. И, ну да, ты в принципе прав, там это, уже стало неинтересно смотреть. Ну, я это вижу, все прекрасно. Я ждал, пока созреет ситуация. И в прошлый эфир, в прошлую субботу, эта ситуация созрела. Там народ подсказал, что давайте типа каноны это поизучаем. И все, я пригласил вот позавчера четырех-пятерых мужчин живых, осознанных, которыми мы каноны разбирали. И параллельно немножко на ответы, на вопросы отвечали. Угу. Ясно. В будущем, если что-то становится непонятным по поводу вот таких вот моментов, если, например, я не уверен в чем-то, или допускаю, что я сейчас где-то грубо ошибусь, при возможности можно будет набирать? Именно вот в таких случаях, которые для меня лично, как мне по субъективной оценке, будут казаться критичными, чтобы вот опять такую же ни хрень не сделать, как вот типа здесь не написал, тут позволил какому-то там сотруднику что-то наезжать свое. Ну, слушай, основные моменты я тебе разъяснил. Звони, конечно, вопросов... Ну, я же не запрещаю никому себе звонить. Взял трубку, значит, свободен. Не взял, отклонил, значит, занят. А чтобы не быть голословным, не болтать и время не отнимать, подготовь список вопросов и по списку задавай, и научись слушать, и научись коротко отвечать, тогда процесс пойдет очень эффективно. Услышал, понял. От души, Антон, от души. Что от души? Благодарю тебя от души внутренней. А зачем ты от души что-то даришь? А что в душе останется? Сколько бы я ни дарил, когда я что-то делаю от души, у меня не убавляется. Я не чувствую себя опустошенным, если я кому-то сказал на здоровье. Благодарю от души. Я не убавляю тебя. У меня этого столько много. В основном некому дарить. Ага. Ну вот полицейским бы подарил. Сказал бы. Благодарствую вам за ваше, в кавычках, человеческое отношение. За то, что копии мне не выдали. За то, что угрожали. За то, что принуждали. Ну, примерно то же самое я сказал, только немного в другую форму. Я говорю, признателен вам очень. За то, что дали мне новый опыт общения с вами. Теперь я буду более осознанно с вами разговаривать и писать бумаги. Я смотрю, так по глазам он понял, о чем речь. Вот тут и молодец. Уходить надо всегда. С чистым сердцем. И с благодарностью. Ну, ты правильно заметил, что они учителя, и я их воспринимаю так, как учителей. И пообщались мы с ним, когда вышли уже. Я говорю, ну так не для протокола. Вот так и так. Как бы он говорит. Да я никому не доверяю. Даже своим родственникам не доверяю. Это мне сам следователь говорит. Потому что, ну, нельзя никому доверять. Я говорю, я тоже никому не доверяю. Ни коллегам, ни вашим. Потому что, ну, так получается, к сожалению. Ну, так мы друг друга поняли, скажем так, по взгляду. Но у него есть ритуал, который он должен на работе делать. Поэтому вот так. Я понял, Антон. Ну, в общем, я тебе благодарен. От души реально. Многое в общении с тобой подчеркивается. А на людей эти долгие разговоры сильно нет. Как сказать. Понятно, что блоковни нельзя разводить. Но, например, тебе скажешь, нет, не смотрел. Ты скажешь, а почему ты не смотрел? Иди смотри, учись. Не надо за меня гадать, что я скажу. Я бы так не сказал. Вот ты сам себе надумал и сам себе страхи поднасоздавал. Это, наверное, из жизни 99,5% получается именно так. Как ни скажи, все равно будет как-то не так. Я по себе представляю. Ты кому позвонил? Я что, похож на 99,99%? Нет, я предположил, что ответ будет такой. Пусть один из других видео. Нашел где проблемы твоих страхов? Еще раз спроси, не очень тебя расслышал. Тебе ясно, где проблемы твоих страхов? Да, ясно. Только не страхов, а больше не подготовки. Не подготовки. Нет, я в плане первого, что ты опасался, что я могу задать вопрос такой. И поэтому ты просто поясни как можно подробнее. Я понял. Да, да. Ну, да. Понятно. Меня не нужно к тебе пристыдить. Даже если бы ты начал оправдываться, почему ты не посмотрел, времени нет или занят. Я бы не стал тебя гнобить. Мне просто нужна информация. Владеешь ты этой информацией или нет? Смотрел и уяснил. Если бы ты смотрел, значит, ты хоть что-то там услышал, ну пусть даже 100% забыл. Но ты смотрел. Ты знаешь, где это видео. Мне вот эта информация нужна была. А если ты скажешь, нет, я не смотрел и даже понятия не имею, о чем ты говоришь, где это видео находится. Вот это уже другая информация. Мне информация нужна не пристыдить тебя. Я понял тебя. Ну да, это честно, справедливо. Согласен с тобой. Я бы так же ответил. Ну невольно все равно. Ставишь себя на твое место, думаешь, а как бы я ответил? Не надо. Стой, стой. Не надо. Надо чужое место ставить. Я тебе разрешения не давал. Стой на своем месте. Если ты будешь сам определиться, кто ты, и будешь стоять на своем месте четко осознанно, то никто тебя не сдвинет с этого места. И сам не сдвигайся. А то ты позвонил и начинаешь на мое место вставать. Ну что это такое? Ну да. Ну в общем, хорошо, что я тебе не докучил своими вопросами. А мне очень полезно было опять услышать от тебя определенные вещи, которые, они именно вошли в память, как положено. Хотя я о них, вот так можно сказать. Да, я все знаю, но ничего не помню. Вот можно так, наверное, объяснить. В нужный момент, когда ты не пользуешься, оно в ящик все дальше и дальше откладывается в память. Ничего, со временем запомнишь. Чем чаще будешь в такие ситуации попадать, чем экстремальные они будут, как у меня с электрошокером, с двумя пакетами на голову, с тихушкой, чем быстрее запомнишь. Ну да. Ну и сегодня вот боги дали возможность немножко как это, не закореняться, видать. Напомнили, что надо поддерживать тонус в памяти. Запомни главный принцип. Представьтесь, первый пункт, нулевой. Представьтесь, вы кто? Два главных вопроса. Вы кто и что вы хотите? Первый вопрос, вы кто? Фамилия, имя, имя, отчество, должность, звание, номер нагрудного знака, а потом, что вы хотите? Причина, это даже в законе все прописано. Перечитай закон о полиции, статья 5, по-моему, и 4. Две статьи только прочитай. При обращении гражданину сотрудник полиции обязан назвать цель и причину обращения. Так и говори ему. Причина и цель вашего обращения ко мне. Слушаю вас. Там было все. В общем, он представился, а цель обращения он сразу начал, вот, говорит, вот, по поводу вот этого. То есть он как бы от себя сделал все. Единственное, я с ним не просил удостоверения, потому что все пошло, ну, довольно приятный разговор. Ну, а я подумал, что оставлю это на потом, если вдруг начнется какая-то неприятная вещь. Нет, нет. Никогда на потом. Все по порядку. Первый, нулевой пункт представится, а потом все остальное. Потому что музык потом так закрутится, что не то, что фамилия, имя, отчество, лица можешь не запомнить. Ну, лицо на всю жизнь запомнил. Почти мы сослужились, но лицо был. Ну, понял я тебя, да. Согласен, конечно. Все? Все вопросы. Да, вопросы все. И от себя желаю всех благ. И по-человечески низкий поклон за то, что ты делаешь. Большое дело. Взаимно. Благодарствую. Всех благ, удачи. Не падай духом. Сам не падай, а ты что-то какой-то грустный стал. Наоборот, радуйся. Радуйся, да. Но ничего пока вот. Что? Это как раунд не достоять. Или на финише споткнуться. Вот вроде все пошло-пошло, а дальше что-то пошло не так. И уже как-то не то, что осадочек, но не дотянул. И вот это вот мотивирует как бы переосмыслить. В моем случае сегодняшнем. А ты что думаешь, у меня за ним было по-другому, что ли? У меня все то же самое было. Ну, я вообще ни разу не видел людей, во всяком случае, мне не попадали, которые родились. И все такие уже бойцы готовые. И все все знают и все умеют. Поэтому, да, все начинается с первых падений, с первых нокаутов. А дальше уже человек начинает осознаннее становиться. Ясности нет. Ни в коем случае не отчаивайся. Это необходимый опыт был для тебя. И ты его получил. И ты его нормально воспринял. Скажем так, нету тут ничего такого зазорного в том, что как ты поступил. Ты поступил в меру своих знаний и осознанности. Сделай правильный вывод и в следующий раз будешь поступать под это по-другому. Ну, получается, все-таки, если вдруг такой диалог начинается, начинают давить, правильно? В плане, что нет, вот делать так, то сразу ответку писать в плане совершения преступления, преступления, ограничения прав и свобод, правильно? Все на эту тему? Нет. При любом давлении? Нет. Вот опять я что-то не уловил. При любом давлении, требовании, запрете, вам так нельзя делать, вам следует вот так сделать, вы обязаны вот так сделать. Я хочу, чтобы вы так сделали. Я хочу, чтобы вы туда не ходили. Я хочу, чтобы вы вот так дышали, или через раз дышали, или вообще не дышали, или дышите чаще. на любую их хотелку в отношении тебя задаешь один простой вопрос. Каким нормативным правовым актом вы регламентируете ваши действия? Основание, закон, статья. Он мне не ответил конкретно, не сослался ни на какую нормативно-правовую базу, но при этом сказал, читайте. И после этого последовало, я говорю, но я не хочу это в таком плече. Я хочу написать то, что я собираюсь написать и поправить там, где я считаю нужным. Он говорит, тогда придется проехать не то, что я возьму, но намек понятный, что тогда придется проехать в отделение. Научись правильно разговаривать. Раз вы не можете назвать закон или нормативно-правовый акт, зарегистрированный в Минюсте, почему в Минюсте зарегистрированный? Потому что любой нормативно-правовый акт, который зарегистрирован в Минюсте, он обязателен для исполнения всеми... Потому что Минюст проверяет, ограничивает ли права и свободы тот или иной нормативно-правовый акт. И вот если они его регистрируют, значит он обязательен к исполнению всеми должностными лицами. Если он этот акт не назвал или из-за номера закона, так и говоришь ему, ваши требования не основаны на законе, я не обязан их исполнять и подчиняться им. Если вы настаиваете, то я осматриваю признаки состава преступления под принуждением, под вашу ответственность, под угрозами. Я буду писать на вас сообщение о совершенном преступлении, я осмотрю признаки состава преступления в ваших действиях. Ну, услышал? Дошло? Да оно и не убегало. Но в тот момент сформулировать вот в таком ключе не получается. Как волшебный случай. Не то, что от волнения забыл, а просто в этот момент, когда идет диалог и нельзя сидеть и вспоминать, не получается вспомнить. И суеты не было, и страха не было. Ну, не получается вспомнить и все. Ничего, бывает. У меня так же было. Хотя эти вещи все я расписываю по бумагам и отправляю по инстанциям, которые, например, пытаются... На бумаге расписано дома. Вот в том-то и дело, что все привыкли на бумагах-то рисовать. И это... Вот там... На эту тему у меня там файл есть, на эту тему там файл. А как только ты вышел из дома, как только нету компьютера под рукой, а в голове-то ничего нет, а слов-то найти нужных не можешь, файлы-то дома остались. Да, да. Вот поэтому я говорю, что надо в первую очередь научиться общаться с живым словом. А потом, если ты овладеешь живым словом, ты уже сможешь любую бумажку нарисовать. В любом месте, в любой ситуации. Да. Зная принципы, можно делать любое действие. Все правильно, да. Да. А это ты еще в отделе полиции с телефоном оказался. А меня увезли в психушку. Ни карандаш, ни ручку, ни бумагу не давали. Где писать? Чем писать? Что писать? Если вокруг, сам понимаешь, кто? У кого спросить? Кто подскажет? Никто. Ни ручку, ни бумагу, ни карандаш. Что хочешь, то и делай. Ни звонков, ни свиданий. И подышать свежим воздухом невозможно. Я, если честно, благодаря твоим видео, потом Рафаэля Усманова, периодически смотрю, ну и всех тех, о ком ты лезешь, называешься, даешь ссылки на их сайте. Смотрю, если честно, как бы так тоже психологически готовлюсь в любой момент, если вдруг такое произойдет, чтобы именно не растеряться, хотя бы не запаниковать. Понятно, что все не вспомнишь. Это, наверное, совет можно к любому делу так отнести, что именно рассматривать самый хреновый вариант, когда вот так вдруг получилось. Начиная от ДТП, заканчивая просто там каким-то нехорошим сотрудником, который что-то там хочет сделать. Психологическая готовность она, номер один, должна быть во всем. Спокойствие и равновесие во всем. Ну да. Хорошо, твой номер хотя бы есть. Номер. А у тебя какой номер? Городской или федеральный есть? Я не знаю, ну вот который ты указываешь, плюс семь там какой-то. Городской, наверное. Три-четыре-шесядва? У меня другого нет. Ну тот, который у тебя в бумагах указан был. А, городской. Ну, значит, городской. Ну, видишь, кто его назвать не может, ты его не помнишь. А вот в психушке через две недели там или через месяц дали телефон, сказали, можешь звонить два раза в неделю, по две минуты только. А звонить можно только на городские номера. Ты много городских номеров своих знакомых помнишь? Думаю, что городских номеров у моих знакомых нет. А федеральный хоть один номер можешь вспомнить? Да нет, конечно. Ну, вот тебе ответ. Чего толку, что у тебя есть мой телефон? В нужной ситуации ты не вспомнишь его номер. Хорошее примечание. Да, верно. Ну, вот когда я в психушке оказался, я все равно нашел выход из этой ситуации. Соображение включил. Я вспомнил, что у меня городской номер выдан на работе. Десять. Ты какой десять? Шестнадцать лет назад. Я помню, что выдавали массово, это был корпоративный номер. И соседние номера есть у наших сотрудников. Вот представьте, 16 лет я звоню на соседние номера, плюс одна цифра, минус одна. И пытаюсь найти того, кто работал вместе со мной в одной фирме, чтобы он узнал меня хотя бы по голосу. И я нашел такого человека. И я сказал, что ему сделать. Я сказал, найди страничку ВКонтакте, найди YouTube-канал такой-то и напиши там комментарий, чтобы меня удерживать в психушке. Ну, кажется, что человек такой, который ты взял, другой бы сказал бы, туда тебе и дорога, если ты не оттуда звонишь и пытаешься что-то найти. Так, е-мое, ты что думаешь, я одному, что ли, позвонил? Я несколько человек нашел. Я несколько выходов нашел. Да. Ситуация заставила соображать. Ее же птица гордая, пока не к ней не полетит. Первый раз мне мои любимые пословицы обратно сказали. Да. Ну, вот, значит, не только твоя любимая. Я ее тоже сейчас цитирую. Она очень такая емкая и понятная. Ну, да. Но тут не было никакой гордости. Я, наоборот, искал все пути возможные. Ну, какая там гордость, если у тебя и так уже все отняли? Тут дело спасения жизни и психического, и физического было. Здоровья. Ну, я думаю, это каждого будет ждать. Неизбежно. Нет, ну, каждого не каждого, но если и дальше будем сидеть, бездействовать и игнорировать принципы правозащиты и ничему не учиться, то рано или поздно каждого такое ждет. Вот благодаря нашим совместным усилиям всем хоть какой-то баланс начинает образовываться. Ну, да. Вопросы еще есть? Нет, все. Все, отдушите. Благодарим. Всего хорошего. Всего, давай. Молодарство. Счастливо. Удачи. Спасибо. Алло. Слушаю. Приветствую. Я извиняюсь, наверное, помешал я, разбудил или что. Вопросы у меня. Вот стою перед типографией. Вот сейчас мне человек позвонил по поводу по Мецелеру отправить категорический отказ. И вот он мне говорит, там, говорит, нужна хорошая бумага, простая, там, не пойдет и так далее и тому подобное. И вот у меня сейчас ступор, что мне делать, как бы, вот в одном из разговоров, я помню, ты говорил, что отправлял по Мецелеру в несколько мест, там куча мест. На какой бумаге и стоит ли настолько, как бы, уделять бумаге такое внимание, дорогой? Ну, смотри, ясный вопрос. Послушай теперь внимательно. Во-первых, извиняться ни за что не надо, я тебе дал добро на звонки. Это раз. Во-вторых, если Мецелер говорит, это его технология, он этот механизм дал, значит, оно того стоит. Я сегодня с ним буду общаться, у нас запланирована встреча, я ему задам этот вопрос обязательно. Так, в-третьих, я с ним общался давно, месяца четыре назад, на эту тему, тоже по поводу бумаги. Он сказал, если нет желтой бумаги, то делай на белой. Белая обычная, как офисная бумага? Да. Вот, 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 вот. А марками ты ее гасил, нет? Нет. По углам, там, что на обратной стороне? Нет. Вот, вот, ага. Марками не гасил. Вообще ни одной марки не ставил, да, получается? И кроме автографа ничего там не делал, правильно, больше? Не автограф, а это роспись. Роспись. Ну, то есть, так же, там, живой мужчина, там, именем Антон, да? И вы это в конце, и все на этом, правильно? Больше никакого, собственно, наручного там заполнения нет ничего, правильно? Я делаю двойную роспись. Я пишу CFB, Булгаков, AR, и потом ниже, живой мужчина, хозяин меня, Антон. А под принуждением для чего это сделано тогда? Под принуждением, потому что вынужден писать персону по ихним же законам, чтобы они, у них обязательное требование, чтобы была подпись. А подпись это, собственно, ручно написанная фамилия. А я не хочу писать эту фамилию, а они требуют. Это принуждение. Я понял. И в таком контексте, как бы, они понимают именно так, как положено понимать, правильно? А не так, как они могут интерпретировать, что она у вас не действительно ваша бумага, вы, как бы, там, я понял. Какая разница, как они могут интерпретировать? Действует авторское право. Трактовка всегда за тобой остается. Ты автор этой росписи, ты имеешь право только трактовать свою роспись. Я понял. А по тем, что что-то менялось, нет, вот от себя какой-то что-то добавлял, вот, то, что был оригинал, и переправления какие-то были? Ну, насколько я помню, минимальные изменения я делал только в плане, там, персональных данных, там, я не знаю, может, знаки припинания где-то пропущены. Ну, почти ничего не менял. Все, понял, хорошо. Значит, не марок, ничего лишнего не было, а в плане конверта, вот, каким цветом конверт и так далее. Потому что меня сегодня как начали инструктировать, я понял, что лучше я тебе позвоню, у меня голова закипела. Слушай, если есть время, заморочься, протестируй и так, и так, проверь на практике, как так действует, как на белой, как на желтой бумаге, как на специальном конверте, как без специального конверта. У меня на это все не было времени, у меня было максимум 2 часа на то, чтобы это все сделать, распечатать и отправить. Я делал все обычным путем. На белой бумаге текст получился с двух сторон на одном листе, на две страницы, поэтому обратную сторону мне не надо было крестом, перечеркиваю. Отправил заказным письмом с описью под видео, все. Без курьера, да, именно просто заказным? Ну, по городу там у них дешевый способ, это именно ЕМС-курьер, типа, ну, почтовый ЕМС-курьер. Да, ЕМС, да, да, у меня сейчас. Фу, короче, а я уже и марок взял, и то, и все, и мне желтый пакет, и дорогая американская бумага. Я говорю, подожди, мне что делают-то, у меня всего два дня, еще неизвестно, как там курьер будет спотыкаться. И, короче, не знаю, что делать, бляхам уходят тут. Теперь, значит, на офисной бумаге ввел обычный ЕМС-пакет, правильно, без заморочек, и, значит, и отправить. Вот в таком варианте, наверное, должно пройти. А больше я не знаю, как еще, в моем случае, в деревушке вот этой придумать, и бумагу такую дорогую найти. Да, еще хотел сделать пояснение тебе по вчерашнему разговору. Я вот сейчас монтирую видео, и я вспомнил, что ты вот эти объяснения, которые ты им давал, ты мог, он тебе уловку сделал, он тебе сказал, я могу ему дать листок, чтобы вы сами написали. То есть он хотел свою работу переложить на тебя, они обязаны писать с твоих слов. То есть ты мог вообще в руки не брать, они обязаны принять устное обращение и принять устное объяснение. То есть они это все должны писать, а потом ты в конце, как всегда, как они вот эту коронную фразу свою произносят, с моих слов записано верно, слушайся, с моих слов записано верно. Так вот, когда ты им диктуешь, внимательно смотри, что они пишут. Если он что-то не то написал, ну, пишите заново, что я такого не говорил. Да-да-да, я все до запятую проверял, но он честно написал, и честно все это, видать, его участковым уже предупредил, и что, как бы, это человек немножко разбирается, как бы, теории больше, чем делов на практике, поэтому, вот. Вот, как бы, и он не прессовал, и в то же время, ну, естественно, он хитрый человек, его работает, его хлеб, волка, ноги кормит. Вот, а я тут, как бы, годом-родом случилось так, что пришлось. Ну, ничего, ладно-ка, все, добро. Тогда, как обычное ЕМС-письмо, правильно? Вот так вот, если подытожить. Как ЕМС с курьером лично в руки, правильно? Ну, я тебе уже два раза это сказал. Тебе что, вот все по три раза говорить надо, что ли, или что? Я не знаю, у меня где-то что-то... Вот, картинка сложилась, что как обычный ЕМС, и единственный конверт. Подожди, остановись, я тебе третий раз говорю, я сделал так, как другие делать, я не знаю. Я понял, я понял. Я и спросил, как бы, в тот момент, вернее, сказал, я буду делать так, как делал ты, потому что по-другому у меня не получается сейчас возможности. Поэтому я и... Да остановись ты, ну что ты тараторишь-то, е-мое. Во-первых, остановись, я слышу, ты идешь куда-то, запыхаешься. Нет, я не иду, я пытаюсь от машин, наоборот, зайти, шумят и не. Я шум машин не слышу, я слышу, как ты пыхтешь, дыхание у тебя перебивается, потому что ты в движении. Остановись, и физически, и морально остановись. Что хотел сказать, я уже забыл. Про отправку письма. Нет, про этот. Если что-то не получается, что-то не успеваешь, делай как есть. Условия критической необходимости. Когда у меня в психушке не было ни бумаги, ни ручки, я писал карандашом, на чем попало. Какие цвета, какие красные, там, зеленая ручка. О чем ты говоришь? Карандашом хотя бы написать. Ясно? Более чем. Ну и все, действуй. Да, остался последний момент. Все-таки предпочтение, чтобы ты выбрал, например, белый цвет или желтый цвет бумаги, на которой это все будет напечатано синим-голубым цветом. Или реально это пофигу? Я тебе сказал, если бы у меня было время, я бы и то, и то, и другое протестировал бы. И следовал бы рекомендациям Дмитрия, потому что это его детство. Но у меня не было этого времени. Я понял, у меня тоже. Все понял. От души, Антон, благодарю. Счастливо. 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 Продолжение следует...